Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги «Второзаконие», читаю перевод российского библейского общества. Вот у нас было много и подробно про разные ситуации, связанные с тем, что мы сегодня называем гражданским правом, уголовным правом. А в 26-е пойдет про религиозное право, про то, как надо вести себя по отношению к Богу. Интересно, что «Второзаконие» сначала устанавливает какие-то принципиальные вещи, 10 заповедей в самом начале книги, потом очень много о том, как Господь вел израильтян через пустыню, помогал им, как израильтяне отпадали от него во время этого перехода. И, соответственно, вот здесь 26 глава, конкретика ритуального характера, какие приносить жертвы. Почему это в самом конце? Почему впереди вот этих правил о жертвоприношениях куча всяких подробностей, вплоть до 25 глава, 4 стих, «Не завязывай рот валу, когда он молотит». А еще раньше там было птичку «Не бери вместе с ее птенчиками». Это что, важнее Бога, что ли, жертв Богу? А мне кажется, «Второзаконие» тем самым подсказывает, что жертвоприношение – это не самое главное в религии. Вот всегда есть опасность вырождения религии в такой формализм, любой религии, христианской, кстати, тоже. И когда вот соблюдаются обряды, произносятся правильные тексты, вот люди делают какие-то стандартные телодвижения, ну и все. А остальное как получится? Нет. Сначала валы, птички, всякие правила насчет брака, насчет торговли в предыдущей главе, пусть не будет двойных стандартов, гирек разного размера, мерных сосудов разного размера, а потом уже можно думать про жертву Богу. Вот сначала живите как люди, а потом приносите Богу жертву. «Когда вы придете в страну, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение, когда вы овладеете ее и поселитесь там, возьми первые плоды урожая, собранного тобой из той земли, которую отдал тебе Господь твой Бог, положи их в корзину и приди на то место, которое Господь твой Бог изберет и сделает жилищем для своего имени». Первые плоды, то есть, ну, понятно, вот то, что созрело, еще урожай собирать рано, но уже есть что-то, что можно сорвать. И вот это для Бога. «Насы принуждали к тяжелой работе. Тогда мы воззвали к Господу, Бога Отцов наших, и Господь услышал нас, увидел наши бедствия, страдания и мучения. И Господь вывел нас из Египта рукой своей могучей, десницей простертой, совершив великие и страшные деяния, знамени и чудеса. Он привел нас сюда и отдал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. И вот я принес первые плоды урожая из земли, которую ты, Господь, отдал мне. Потом поставь корзину пред Господом, твоим Богом, и склонись пред Ним. «Весели, используясь всем тем, что дал тебе и твоя земля Господь, твой Бог, и пусть вместе с тобой веселится левит и переселенец, которые живут среди вас». В чем смысл? Вот так долго и подробно описывается очень простая ситуация. «Переселитесь, наконец, в Ханаан, посадите то, что там растет, придет время первых плодов, отнесите их, покажите Богу, скажите, Господь, как хорошо, спасибо тебе большое». Да. Вот, мне кажется, есть очень важный принцип. Духовная жизнь должна иметь плоды. Эти плоды нужно отметить, засвидетельствовать перед Богом. А потом веселиться, кстати, не говорится, что отдай это все, там, зажги на жертвенники, я не знаю, раздай бедным. Да ешь это все на здоровье, пожалуйста, но принеси Богу и скажи, вот, Господи, плоды. И я понимаю, что Ветхий Завет сегодня для нас с вами мало актуален как наставление для жизни, да, и слава Богу, там такие нормы в законодательстве, что расходятся с нашим уголовным и гражданским правом довольно сильно. Но принципы здесь есть. Вот, мне кажется, это принцип про то, что духовная жизнь должна приносить плоды, и надо помнить эту историю, откуда ты взялся, что с тобой было, что для тебя сделал Бог. Нужно предъявить Богу эти плоды, сказать, вот, и нужно им порадоваться. А если ничего этого нет, то зачем это вообще все делается? Можно до бесконечности ковыряться в своих каких-то религиозных заморочках и ничего не получить в результате. В третий год, год десятины, когда ты отделишь от всего своего урожая десятину, отдашь ее левиту, переселенцу, сироте и вдове, чтобы они в твоем городе ели досыта, я напомню, что была норма, раз в три года десятина оставляется для тех, у кого ничего нету. То есть десятина, десятая доля урожая любого дохода собирается каждый год, но только раз в три года она раздается. Так, второзаконие предписывает. И вот, соответственно, в этот третий год. Когда ты все это раздал, левит, у которого нет своего надела, ему нужно, чтобы его кормили, переселенец, он вообще чужой, да, вот гастарбайтер, всякий там иммигрант, вот они тут упомянуты. Сирота и вдова из своего народа просто потому, что у них нет мужчины, который бы о них позаботился, отца и мужа. Вот их всех корми, но всего лишь десятой частью раз в три года. Тогда скажи пред Господом твоим Богом, я удалил из своего дома святую долю и отдал ее левиту, переселенцу, сироте и вдове. Сделал все так, как ты мне повелел. Смотрите, это не твоя благотворительность, хочешь дал, хочешь не дал. Это его доля, святая доля, которой нельзя касаться. Я ее отделил, все. Ни одного из твоих повелений я не нарушил, ни одним из них не пренебрег. Я не ел святой доли, когда оплакивал кого-нибудь. Не отделял ее, когда бывал нечист, не отдавал ее мертвому. Ну, то есть святая доля обладает каким-то особым статусом, ее нельзя трогать в состоянии ритуальной нечистоты. Оплакивание мертвых предполагает, соответственно, нечистота, которая может быть связана с разного рода событиями, например, там, истечения семени у мужчины. И вот это все не позволяет к ней прикасаться. Это святое. Вот подчеркивается, что это не просто, ну, милосту не захотел, вынул, дал, не захотел, не дал. А это вот именно доля Бога. «Я слушался Господа моего Бога, делал все так, как ты мне повелел. Взгляни же из своего святого жилища с небес и благослови свой народ Израиле, ту землю, которую ты нам отдал, как и обещал отцам нашим, землю, текущую молоком и медом». Вот и прямая связь между благословениями и их исполнением этих требований. «Ныне Господь ваш Бог повелевает вам соблюдать эти предписания и законы, исполнять их неукоснительно, всем сердцем, всей душой. Вы сказали ныне, что Господь ваш Бог, что вы будете ходить путями, и вы будете исполнять Его предписания, повеления и законы, будете слушаться Его. А Господь ныне сказал, что вы будете Его драгоценным достоянием, как Он и обещал вам, и что вы должны исполнять все Его повеления, и что Он возвысит вас над всеми народами, которые Он сотворил, и дарует вам честь, славу и великолепие, и вы будете святым народом Господа, вашего Бога, как Он и обещал». На этой торжественной ноте заканчивается часть с конкретными предписаниями. Собственно, законодательная часть, центральная часть второзакония, самая важная. И вывод комментировать не надо. Вот Господь вас благословит, если вы все сделаете, как Он предписал. Это много раз уже сказано. А я бы обратил внимание, как немного во второзаконии правил. И вот подводя итог, у нас еще несколько глав будет, но это главы про то, как Израиль обещает все это исполнять, как Он благословения и проклятия изрекает, и как Моисей в заключении народу объясняет какие-то важные вещи. Но законодательная часть закончена. Как немного правил. Получается, что остается множество вопросов, которые не урегулированы этим законодательством. И почему бы не создать полноценный гражданский уголовный кодекс? Ну, это придет со временем. И практика, и где-то, может быть, теория. Важно, что установлены принципы. Основные принципы — это строго единобожие, причем централизованное, то есть поклонение Богу только в одном месте. И вот, в частности, это последнее правило о десятине третьего года, оно как раз показывает, что вот это Богу, и все, и без вариантов. Принципы солидарности и чистоты. То есть народ представляет нечто единое целое, внутри себя руководствуется принципами солидарности, и нарушение чистоты, особенно преступления против Бога или против человека как личности, они караются смертной казнью, потому что это действительно самое страшное и тяжелое. Ну, и большой список примеров, и еще очень важный принцип — это приматы частной жизни. То есть, может быть, и царь, но у него есть определенные ограничения на его полномочия, на его роскошную жизнь. Бывает война, но важнее жить в своем доме со своей женой и обрабатывать свой виноградник. Если не успел это все сделать, лучше не ходи на войну и так далее. И вот это, собственно, принцип, на котором должна основываться жизнь Израиля. Но на этом не конец книги. Дальше будут торжественные всякие мероприятия, дальше будут торжественные речи Моисея, благословения его, которые позволят, ну, закрепить это все, но недостаточно дать закон, потому что очень часто бывает так, нам ли в нашей стране этого не знать, что закон-то хороший, да исполняется плохо. Субтитры создавал DimaTorzok